В 1935 году в Болгарском царстве произошел государственный переворот, в результате которого монарх Борис III укрепил свою власть. Еще этот режим называют монархофашистским. После переворота Болгария активно сотрудничала с Третьим Рейхом и Италией. В итоге ее экономика оказалась зависимой от Германии, и по факту Болгария стала марионеткой Германии. Во времена Второй мировой Болгарское царство было членом страна Си. Болгария была в состоянии войны с Францией, с Великобританией и с другими странами антигитлеровской коалиции. Немцы использовали территорию Болгарии для захвата Югославии и Греции. В обмен Болгария расширяла свою территорию. К ней была присоединена Македония и часть побережья Игейского моря, а чуть раньше была присоединена Южная Добружда. Почти сразу после нападения Германии на СССР, болгарские коммунисты начали вооруженную борьбу против властей и немецких оккупантов. В 1942 году антифашистские силы объединились в коалицию под названием Отечественный фронт. Болгария не вела открытую войну с Советским Союзом. Кроме того, она даже не объявляла ее официально. Однако, так как Германия могла делать все, что захочет с Болгарией, по факту немцы использовали ее территорию для своих нужд. В декабре 1941 года Болгария, дабы угодить Гитлеру, объявила войну Великобритании и США. Однако, кроме бомбежки городов с странами антифашистской коалиции, Болгария за это ничего не получила. Проходило время. Советский Союз одерживал победу над нацистской Германией. В сентябре 1944 года СССР вплотную подошел к границам болгарского царства. Советское руководство, понимая, что формально Болгария не воюет с Советами, официально объявило, что теперь СССР и Болгария находятся в состоянии войны. Когда Красная Армия начала пересекать болгарскую границу, антифашисты из Отечественного фронта сразу организовали восстание. С этого момента Болгария воевала на стороне Советского Союза против нацистской Германии. Было образовано правительство Отечественного фронта во главе с Георгием Димитровым. Были национализированы предприятия, была принята аграрная реформа, проводились суды против людей, сотрудничавших с фашистами. В 1946 году проводился референдум, результатом которого стала не только ликвидация монархии, но и провозглашение Народной Республики Болгарии. Страной управляла коалиция Отечественный фронт, которая в будущем будет состоять из двух партий. Болгарский земледельческий народный союз, ну и, разумеется, Болгарская коммунистическая партия. Формально в Болгарии была установлена двухпартийная система, однако загвоздка заключалась в том, что Болгарский земледельческий народный союз в 1948 году признал руководящую роль Болгарской коммунистической партии. Поэтому, по сути, в Болгарии была однопартийная система. Подобно существовало не только в Народной Республике Болгарии. Помимо коммунистической партии, в Чехослованском парламенте существовало еще две партии, в ГДР-3, а в Северной Корее на сегодняшний день есть две такие партии. Что же касается внешней политики, Георгий Димитров был сторонником проекта Балканской Федерации, о котором я косвенно рассказывал в видео про Албанию. Суть этого проекта заключалась в том, что Болгария, Югославия, Албания, Румыния и Греция должны были объединиться в одну огромную страну. Реализация этой идеи мешала противоречия между участниками. В случае с Болгарией это македонцы. Дело в том, что у болгар немножечко свой взгляд на этот находившийся в то время в составе Югославии народ, если его, конечно, так можно назвать. По мнению болгар, македонцы, это те же болгары, разговаривающие на диалекте болгарского языка, только их югославские власти объявили отдельным народом. Болгары сегодня придерживаются такой точки зрения. Однако главной причиной нереализации проекта является конфликт между Сталином и Тита. Кстати, лидер Болгарии, что интересно, в этом противостоянии поддержал Тита. В 1949 году от болезни умер генеральный секретарь Компартии Болгарии Георгий Димитров. Его тело поместили в Мавзолее в Софии, в столице Болгарии. Хмм, что-то знакомое. После его смерти власть поделили два человека. Генесеком стала Вылка Червенков, а само правительство возглавлял Васил Каларов. Однако уже через год Каларов умер, поэтому власть сконцентрировалась в руках одного человека. Вылка Червенков проводил массовые чистки в партии, поэтому, если кто-то чуть-чуть отклонился от линии партии, то все скажет членству в партии БК. Во внутренней политике был установлен культ личности Вылка Червенкова. С 50-х проводилась коллективизация, индустриализация и электрификация страны. В культуре активно продвигался соцреализм. Что же касается внешней политики, то Болгария в этот период разорвала все связи с Западом и с Югославией. И при этом налаживала отношения с Советским Союзом. Экономика страны бурно развивалась. Единственная сфера, где коммунисты достигли лишь небольших успехов, это сельское хозяйство. После смерти Сталина в 1953 году в Советском Союзе временно установилось коллективное правление. Вылка Червенков терял свое влияние в партии, и дабы его не свергли, он решил тоже сделать в Болгарии коллективное правление. Поэтому в 1954 году он отдал пост генерального секретаря партии, пока еще мало кому известному и не имеющему никакого влияния, Тодору Живкову. И сохранил пост главы правительства. В 1955 году Болгария вступила в организацию Варшавского договора. Через год, после 20-го съезда КПСС, в странах соцлагерь стало модно критиковать сталинистов. В Болгарии не стали исключением. Тодор Живков, дабы полностью захватить власть в стране, раскритиковал Вылка Червенкова за сталинизм, а тот ему ответил как-то так, ой, простите, я ошибся, с кем не бывает. В итоге Вылка Червенков потерял свое влияние и был понижен в должности, а в будущем вообще исключен из партии. Тодор Живков укрепил свои позиции, и теперь власть была полностью в его руках. Тодору Живкову нравилась линия Хрущева, поэтому он проводил ее в Болгарии. Проводилась десталинизация, сворачивались культ личности, в том числе самого Тодора Живкова. Был случай, когда жители его родного города поставили ему памятник, и Живков им сказал что-то наподобие этого. Спасибо, мне очень понравился памятник, я уже отдал приказ убрать его. Если говорить в целом, то во внутренней политике проводилась либерализация страны. Церковь перестали преследовать, проводилась реабилитация, была ослаблена цензура в культуре. Кстати, в Болгарии в это время все было спокойно. Никаких мятежей, в отличие от Польши и Венгрии. Что же касается внешней политики, то Болгария поддерживала Советский Союз во всех вопросах, за что Советский Союз ей постоянно отправлял помощь. Были восстановлены отношения с Югославией и Грецией. Однако не всем нравилась политика Живкова, ведь он, как и другие хрущевцы, были ревизионистами. Потому что в начале 60-х он проводил, конечно, незначительные, но все-таки рыночные реформы. Ортодоксальным марксистам надо было предпринять какие-то действия, поэтому они решили устроить заговор против Живкова. Понимая, что СССР в то время уже кишал ревизионистами, сталинисты хотели наладить сотрудничество с Китаем и уменьшить зависимость Болгарии от СССР. Однако в 1965 году заговор удалось раскрыть и в итоге всех арестовали. Вообще, давайте я сразу расскажу вам о всех партийных интригах до перестройки. Напомню, в 1950-м Вылко-Червенков был генсеком партии и председателем Совета Министров НРБ. В 1954 году он отдает пост генсека Живкову и сохранил пост председателя Совета Министров НРБ. В 1956 году Вылко-Червенкова отстранили от должности. Председателем Совета Министров НРБ стал Антон Югов, который был не особо влиятельным человеком в тот момент. Однако спустя несколько лет он уже мог претендовать на власть, поэтому вдруг резко, неожиданно для всех выяснилось, что Югов был антипартийным деятелем. Поэтому его отстранили от должности. А чтобы однопартийцам было понятно, какая партийная линия единственная правильная, Тодора Живкова назначили председателем Совета Министров НРБ в 1962 году. Спустя три года, как и говорил ранее, был раскрыт заговор против Тодора. В дальнейшем, вплоть до перестройки, подобных партийных интриг не будет. Дабы держаться на высоте, Живков постоянно менял кадры. Таким образом, в партии не успевали создаваться фракции против Генсека. Также, благодаря этому в Болгарии коррупция была на низком уровне, ведь коррупционные связи просто не успевали образоваться. Народу это тоже нравилось, ведь благодаря столь частным сменам партийные съезды не были похожи на подъездные собрания пенсионеров. Ну, если, конечно, самого Живкова не считать. Также Тодору удавалось удержать власть, благодаря поддержке СССР, ведь при его правлении Болгария была самым лояльным союзником. Он отлично ладил как с Хрущевым, так и с Брежневым. Подробнее этот вопрос я разберу позже. Народная республика Болгария была успешным государством, экономика развивалась, был высокий уровень жизни, доходы населения росли. Если у советского человека возникал вопрос, куда бы отправиться за границу, то ответ был бы очевиден. Конечно же, Народная республика Болгария. Именно туда ежегодно отправлялись советские туристы. Помимо «Курица не птица», «Болгария не за границей» и «16-я республика», Болгария также имела прозвище «Силиконовая долина восточного блока». Все дело в том, что в этой стране активно развивались компьютерные технологии. И, кстати, первый болгарский компьютер Витоша был изобретен в 1961 году. Правда, если мне сейчас предложат современные болгарские компьютерные технологии, то лучше я поставлю ДОС. Болгария вела активную торговлю не только со странами соцлагеря, но и с капиталистическими странами, как, например, Италия и Западная Германия. Кстати, Народная республика Болгария – это первая страна соцлагеря, у которой в магазинах спокойно продавалась Кока-Кола. И да, это логотип Колы на Кириллице. Но, разумеется, главным торговым партнером Болгарии был, конечно же, Советский Союз. Советско-болгарские отношения – это особенная тема, которую нужно поподробнее раскрыть. Как я уже повторял ранее, Болгария была самой лояльной страной Варшавского договора для Советского Союза. СССР часто отправлял экономическую помощь болгарам. Но 16-я республика СССР ее прозвали не только поэтому, но и еще потому, что страна действительно стремилась войти в состав Советского Союза. Предложение войти Народной республике Болгарии в состав СССР отправляли два раза. Первый раз это было при Хрущеве в 1963 году. Живков ожидал, что Никита Сергеевич примет это предложение и скажет что-то наподобие «миленькие мои, да конечно». Однако реальность оказалась более жестокой и на самом деле Хрущев сказал «А может вы, болгары, хотите поесть свининки за наш счет?» Ответ Живкова расстроил, но он не сдавался. Такое же предложение было и к Брежневу, однако он тоже грамотно послал болгар куда подальше. В чем причина отказа? Дело в том, что это осложнило бы отношения между Советским Союзом и другими странами. Страны Запада в очередной раз смогли бы упрекнуть СССР в кровавые оккупации. К тому же Советский Союз имел бы еще одну общую границу с НАТО, что было бы не очень хорошо. Рано или поздно все имеет способность заканчиваться. Когда к власти пришел и начал проводить реформы, в болгарской коммунистической партии усиливалось реформаторское крыло под влиянием СССР. На одном из саммитов стран Варшавского договора Михаил Горбачев лично поддержал Петра Младенова, который был на тот момент министром иностранных дел Болгарии. Сам же Живков сопротивлялся перестройке. Первоначально Болгария делала вид, что типа перестройка уже проводилась, когда Живков только-только пришел к власти. Однако народу это не понравилось. Также на общественное настроение повлияло ущемление прав турок, когда они вынуждены были давать себе и своим детям болгарские имена. Летом в 1989 году появилась организация «Экогласность». В основном она распространяла новости об экологических проблемах в Болгарии. И несмотря на то, что она формально не была политической организацией, она по сути ей и являлась. «Экогласность» проводила протесты против Компартии. На фоне этих протестов Тодор и Живкова сняли с должности, а позже исключили из партии. В итоге к власти пришел уже ранее упомянутый Петр Младенов. Он сразу заявил о реформировании страны. И он проводил либерализацию страны. Болгарская Компартия отказалась от марксизма или ленинизма и была переименована в Болгарскую Социалистическую Партию. Петр Младенов вступил в должность президента или, как ее тогда называли, председателем Болгарии. В 1990 году проводились выборы в парламент, где победу одержала Болгарская Социалистическая Партия. Однако не все так просто. Летом того же года в ВСМИ просочилась запись, где четко было слышно, как Петр Младенов, который весь из себя такой демократ, говорил, что протесты надо было давить танками. В итоге прошли выборы президента, на которых победа досталась оппозиционному лидеру. Это еще больше усугубило положение и митинги против уже Социалистической Партии продолжались. В результате коммунисты полностью потеряли власть в стране и в ноябре 1990-го Народная Республика Болгария перестала существовать.